Молодой домохозяйке из поселка большой исток того, что под Екатеринбургом сегодня исполнилось бы 30 лет, но вместо именинного застолья поселковый люд собирал деньги на ее похороны. В субботу 3 апреля в лесопарке за стадионом прохожие наткнулись на тело женщины, которая лежала на земле без чувств и истекала кровью после зверского изнасилования. Местные долго были уверены в том, что насильников было много, но сыщики по горячим следам задержали лишь одного – 34-летнего местного мужика, женатого человека, помощника-машиниста, имеющего условку за наркоту и известного в определенных кругах как Борода. Хоть и не синяя, как в сказке, но в момент злодеяния он точно в синюшкин колодец провалился. По версии следствия, Борода по пьяной лавочке в сосновом лесу недалеко от первых домов на улице Парковой сексуально надругался над своей знакомой, 29-летней Марией. Совершив непотребство, пьяный насильник побрел домой. Изнасилованная 29-летняя домохозяйка, судя по записям, в соцсетях находилась в активном поиске и мечтала найти своему сыну нового отца. Его родной папаша, похоже, остался на малой родине Марии в селе Будка под Талицей. Вместо любви и счастья Мария была зверски изнасилована бухим мужиком. Ее нашли не сразу. На скорой доставили в больницу, где несчастная, несмотря на усилия врачей, скончалась предположительно от обильной кровопотери. Сыщики Угро бороду быстро вычислили и взяли, когда сексуальный маньяк дома сидел. Сейчас он арестован и ломится ему нехорошая в уголовной среде 132-я статья о сексуальном насилии, да еще о тягощенном смертью по неосторожности. Как уточнил в комментариях руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, помощник машиниста коммерческого предприятия в определенных кругах, известный по прозвищу Борода, возможно, в период сексуального насилия со смертельным концом, находился под воздействием сильнодействующих препаратов.